Фундамент Перекошенное крыльцо веранда, плохо открывающиеся двери и окна в деревянных домах, а также трещины в стенах кирпичных домов – все это результаты неправильного выбора фундамента. Поэтому к фундаменту нужно подойти очень ответственно. Фундаменты предназначены для передачи нагрузок от стен и вышележащих конструкций на грунт, а также для восприятия нагрузок от бокового давления грунта. Кроме того, они защищают подвалы и цокольные этажи от грунтовых вод и сырости. Вид фундамента выбирают, исходя из величины нагрузок на него, качество грунта в основании и опасности воздействия морозного пучения. Существует четыре основных вида конструкции фундаментов – это ленточный, столбчатый, свайный и плитный. По глубине заложения фундамент различают на мелкозаглубленные и глубокозаглубленные. Мелкозаглубленные фундаменты сооружают для легких зданий на грунтах, не подверженных морозному пучению. Глубокозаглубленные фундаменты закладывают ниже глубины промерзания в целях предотвращения его деформации силами морозного пучения. Если закладывается фундамент мелкого заложения, то обязательно надо делать утепленную отмостку. Это позволит обеспечить стабильное положение фундамента и исключить пучение грунта. В остальных случаях достаточно устройства неутепленной отмостки для отведения дождевой воды от фундамента, чтобы исключить его подтопление. По способу сооружения фундаменты могут разделяться на монолитные, сборные и комбинированные. Монолитные фундаменты сооружают из армированного бетона. При соблюдении технологий строительства и использовании качественных материалов они считаются наиболее прочными и надежными. Для сборных фундаментов используют готовые жильцебетонные элементы, такие как балки, плиты, блоки и прочие. Комбинированные фундаменты возводят из готовых заводских элементов и самого бетона. Разберем более подробно каждый вид фундамента. Итак, ленточный фундамент. Ленточные фундаменты подводят под дома с тяжелыми стенами. Это бетонные, каменные, кирпичные стены. Или дома с тяжелыми перекрытиями. Их закладывают под все наружные и внутренние капитальные стены. Этот тип фундамента подойдет для возведения под домом-подвалом, теплого подполя, гаража или цокольного этажа. Ленточные фундаменты выполняют и в том случае, когда цоколь выполняет роль подпорной стенки для грунта-подсыпки пола. Ленточный фундамент делится на два основных типа. Полнозаглубленный и мелкозаглубленный. Полнозаглубленный делается на всю глубину промерзания грунта. Это расчетная величина, учитывающая тип здания и тип грунта. Это один из самых надежных типов фундамента для дома любой формы, веса и площади. Несущая способность такого фундамента почти не зависит от его армирования. Плюсами являются простота в изготовлении и надежность. К минусам относятся очень высокая материала емкость, так как требуется заложение ниже глубины промерзания и сложность в устройстве при высоком уровне грунтовых вод. Мелкозаглубленный фундамент представляет собой монолитную железобетонную балку на песчаной подушке. При этом в виде фундамента необходим непрерывный армированный пояс. Для возведения такого типа фундамента требуется меньше материала, чем для полнозаглубленной ленты, и возможность делать такой фундамент при высоком уровне грунтовых вод. К минусам можно отнести низкую жесткость. Очень часто случаи образования трещин в конструкциях домов из блоков и кирпича, установленных на таких фундаментах. Также мелкозаглубленным фундаментом необходимы высокие требования к качеству армирования и обязательное устройство дренажа и песчаной подушки. Столбчатые фундаменты. Столбчатые фундаменты подводят под дома с легкими стенами. Это деревянные, рубленные, каркасные, щитовые. При этом типе фундамента, под углы здания и в местах наибольшей нагрузки ставятся кирпичные, бетонные или деревянные столбы, закопанные на глубину больше полутора метров, чтобы при морозном пучении его не выдергивалось земли. Столбы возводятся во всех углах, местах пересечения стен, под простенками, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках сосредоточенных нагрузок. Расстояние между столбами принимается от метра 20 до 2,5 метра. Поверху столбов должны быть уложены обвязочные балки для создания условий совместной их работы. При расстоянии между столбами больше 2,5-3 метров поверху кладываются более мощные железобетонные или металлические рандбалки. Этот тип фундамента по расходу материалов и трудозатратам в полтора-два раза экономичнее ленточных. Свайные фундаменты Распространенным видом свайного фундамента является применение винтовых свай. Винтовые сваи – это стальные трубы с винтом на конце. Их вкручивают в землю как шуруп, а потом ставят на них конструкцию. К достоинствам данного вида фундамента относится быстрота возведения. Это самый быстровозводимый фундамент. Свайный фундамент под дачный домик в 60-80 квадратных метров можно поставить за пару дней. Плюсом является еще и то, что при устройстве такого фундамента не требуется выполнение земляных работ. Минусами можно обозначить ограниченный срок службы. Он определяется скоростью коррозионного разрушения лопастей свай. Также свай может поднимать, так как металл хорошо проводит холод. И грунт вокруг сваи промерзает на большую глубину, чем вокруг традиционного фундамента. Делают также буронабивные сваи. Буронабивная свая – это отверстие в грунте глубиной от 1,5 метров и более, в которую вставлена арматура и залит бетон. Особым видом такого фундамента являются сваи по технологии ТИСЕ. Они выполняются с уширением в нижней части, которое позволяет увеличить несущую способность сваи, но может быть успешно выполнен только в полутвердых и туго пластичных глинах. К плюсам буронабивных сваи относится возможность поставить на них тяжелый дом. Если прямо под ним слой слабого грунта, тогда сваи передают вес на прочный грунт, который может быть достаточно глубоко. Применение буронабивных сваи позволяет уменьшить объем земляных работ, в сравнении с любым типом фундамента. К минусам можно отнести сложность выполнения фундамента и дороговизна при устройстве сваи в цепучих и текучих грунтах, а также требует инженерно-геологических изысканий на глубину больше, чем обычные фундаменты для загородных домов. Плитные фундаменты. Фундаменты плитные и фундаменты из перекрестных лент возводят из монолитного железобетона с целью придания фундаменту пространственной жесткости. Необходимость в этом возникает при строительстве на неравномерно и сильно сжимаемых грунтах. Такой фундамент представляет собой единую плиту под всем домом, плоскую или ребристую, утепленную или неутепленную. Это один из самых универсальных типов фундамента. Очень часто является фундаментом в типовых проектах загородных домов, так как можно без особых проблем устанавливаться на всех типах грунтов, например, на насыпных и сильно пучинистых грунтах. Исключением являются поливатые влажные пески, называемые плавуны, текучие глины и заторфованные грунты. Иногда к таким фундаментам применяют термин «плавающий». Плюсами являются универсальность данного типа фундамента и надежность. Также не требуется большого заглубления в грунт, что особенно важно при высоком уровне грунтовых вод. Минусы. Для крупных домов сложной формы плитный фундамент превращается в очень сложную конструкцию. Требуется много материалов, особенно с учетом песчаной подушки. Также плитный фундамент требует устройства отдельной конструкции цоколя, так как располагается обычно в уровне земли. Такой фундамент неудобно возводить для домов на склонах при перепаде высот больше 1 метра на всю длину дома. И еще один вид фундамента, о котором хочется упомянуть, это фундамент на песчаных подушках. Чаще всего они применяются для экономии строительных материалов, для полной или частичной замены непригодных грунтов в основании, для подъема отметки пола над уровнем грунтовых вод. При их устройстве в котлованы засыпают средние или крупнозернистые пески слоями от 150 до 200 мм, тщательно трамбуют их и проливают водой. В обводненных грунтах, особенно пучиноопасных при промерзании, устройство песчаных подушек не рекомендуется без устройства дренажа. В противном случае возможно заиливание подушек и, как следствие, потеря ими первоначальных свойств. В завершение я хочу напомнить, что лучшим основанием для фундамента считается однородный минеральный грунт, без включений торфа или валунов крупных размеров, и с глубоко расположенными грунтовыми водами. Поэтому из оснований следует удалять различные неоднородные включения, такие как остатки пней, органические материалы, валуны и другие разнообразные образования. При таких грунтах, при правильно распределенной нагрузке, фундаменты получают равномерную осадку. А с целью отвода поверхностных вод необходимо организовывать соответствующий уклон грунта. Для этого выполняется вертикальная планировка, а вокруг дома устраивается отмотка. На этом данное видео я заканчиваю. Подписывайтесь на канал и встретимся в следующем. Субтитры создавал DimaTorzok